Добрый вечер. В песочнице есть такой детский принцип. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Он касается в основном, конечно, каких-то развлечений, например, сладостей, но очень хочется конфетку. Мама говорит, не надо, не дам, тебе вообще, в принципе, вредно, у тебя диатез. Но так хочется, так хочется, что прямо аж не могу. Ну ладно, на, так уж и быть ешь, а диатез мы потом вылечим. В песочнице это, конечно, наиболее четко и наиболее заметно, когда рука малыша тянется, например, к чужому куличику, ему говорят, нельзя, он не твой, но, тем не менее, я очень хочу, приходится вступать в какой-то консенсус, потому что, ну, конечно, во имя детей, куда же нам деваться. Чтобы в рамке государства подобное становилось, например, политикой и было даже на уровне официального решения каких-то проблем, вот так в открытую случается довольно редко. Конечно, косвенно подобные мероприятия нашу советскую власть, а советская власть у нас по сию пору остается, она немножко по-другому, конечно, называется, она как-то пытается по-другому выглядеть, но, тем не менее, Буденовка, холодное сердце чекиста и такой же холодный разум, и такая же ледяная душа, они по-прежнему во многом определяют происходящее в нашем обществе, и, конечно же, в законодательстве. Но вот так, чтобы в открытую, если нельзя, но очень хочется, то можно. Конечно, кто-то себе позволяет на дороге, когда он вылетает навстречу, потому что, конечно, нельзя, но, конечно, очень хочется. А в рамке государства даже в 1937 году, если вы помните, расстреливали не просто так, а все-таки находили какую-то статью. Да, не было судов, были в основном особые совещания, так называемые тройки, и вообще НКВД в принципе не занималась соблюдением закона, она занималась изобретательством околозаконных различных действий против людей, но даже когда хватали просто так на улице первого попавшегося, тем не менее, потом находили уголовную статью, и вот этот принцип «мы не знаем, за что тебя расстрелять, но нам очень хочется, поэтому мы тебя расстреляем», он всегда, тем не менее, находил какие-то законодательные оправдания, потом, будучи изложенным на бумагу. Задним числом нужно было все-таки описать причину, по которой этого человека мы расстреляли. Мы не знаем, сколько советская власть уничтожила людей, мы можем только это предполагать по работам Ленина, по статистическим данным. Если помните, Ленин довольно четко давал раскладку о том, сколько миллионам людей ему нечего предложить. Он готов был что-то предлагать пролетариату, это порядка 60... Сколько у нас было? 40 миллионов пролетариев, 60 миллионов крестьян. Вот этим двум социальным слоям дедушка Ленин что-то готов был предложить. Порядка 20 миллионов у нас было мещан и дворян, которым предлагать было нечего. Это потом по их поводу было в работах добрейшего на свете человека написано «побольше расстрелов». Да, расстреляли, да, действительно, и по сию пору одна из самых страшных тайн нашей власти, сколько же именно было уничтожено людей. То же самое, как мы с вами никогда не узнаем, сколько погибло во Вторую мировую войну наших. Вот сколько мы потеряли, мы этого не узнаем никогда, хотя со ссылками на того же Путина мне приходилось в печати встречать данные порядка 56 миллионов человек. Это наиболее близкие данные, хотя, конечно, Медведев по сию пору полагает, что 27 считает это невероятным историческим откровением. Так вот, возвращаясь к удивительной ситуации, происходящей теперь уже на наших глазах, совершенно в неприкрытом виде. Если вы заметили, водители – это особая социальная категория людей, пораженных в гражданских правах. Мы не имеем права на презумпцию невиновности, потому что государству необходимо найти способ отобрать у нас деньги за сам факт обладания автомобилем. И вот, например, комплексы фото-видео фиксации нарушений, они лишили нас, и товарищу Плигину за это персональное спасибо, это именно он ставил на голосование данный вопрос, он готовил эту поправку об аннулировании для водителей презумпции невиновности. Ее аннулировали, поэтому на наш с вами социальный круг людей за рулем презумпции невиновности не распространяется в части нарушений. Также мы с вами лишены, благодаря товарищу Плигину, спасибо ему и за это, равенства всех перезаконов вне зависимости от места проживания. Москвичи и питерцы живут в другом законодательном пространстве, поэтому платят больше по факту нахождения на обособленных государственных территориях под названием Москва и Санкт-Петербург. То есть нет равенства всех перезаконов вне зависимости от социального статуса и места проживания. И вот этот принцип, если нельзя, но очень хочется, он так или иначе, ведь присутствует и в ситуации, когда нас лишили презумпции невиновности и когда нас лишили всех равенства вне зависимости от места проживания. Но теперь у нас все-таки в финал выходит Олимпиада. Олимпиада — это наше все. Под Олимпиаду у нас происходит совершенно удивительная перекройка законодательства. Но именно на Олимпиаду принцип «если нельзя, но очень хочется» становится официально подтвержденным законодательным актом. Для того, чтобы олимпийские объекты были посещаемы, чтобы олимпийцы и гости Олимпиады могли спокойно проехать, приехать туда, приехать обратно, чтобы все те, кто занимается обеспечением и обслуживанием Олимпиады, могли нормально функционировать, все остальное население пойдет нафиг. И пойдет оно нафиг, потому что у нас будет принят закон, у нас, кстати, уже есть закон о проведении Олимпиады, этого мало, у нас будет принят еще один закон, и он вторгнется непосредственно в статью, в главу 12-ю административного кодекса и изуродует административный кодекс на полгода. Будучи временной мерой по принципу, ну, мы, конечно, понимаем, что нельзя уродовать административный кодекс, мы, конечно, понимаем, что нельзя правила дорожного движения в угоду частной ситуации, необходимость решения которой, мягко говоря, представляется только нам, великой и стоящей того, так вот, всем вам остальным поражение в гражданских правах, потому что специально на время Олимпиада будут введены новые виды наказаний, новые виды нарушений, а также новые суммы штрафа. Вот будет, например, изобретен специальный знак Олимпиада, он означает, что всем остальным туда соваться нельзя, то есть у остальных не Олимпиада, ехать туда нельзя, а кто сунулся под этот знак, тому 10 тысяч штрафа. А если вторично сунулся, лишение права управления на 4 месяца. Это будет специальная норма. Причем занимается разработкой подобных законодательных инициатив Минтранс, и Минтранс говорит о том, что, да, конечно, мы понимаем, это беспрецедентно, когда мы взяли и просто глумливо поиздевались над вами, над Конституцией, над правилами дорожного движения, над Административным кодексом. Действительно, до такого мы еще никогда не опускались. Вот у нас в законодательстве, это как раз порочная практика и называется подмена законности целесообразностью. Ну, нам надо. Вот нам плевать на то, что вы здесь живете. Это не для вас праздник. Олимпиада – это серьезное политическое действие. Нам абсолютно плевать, что вы тут крутитесь у нас под ногами на этих «жигулях». Нам это мешает. Вы, люди, живущие в этом городе, вы, население этой страны, вы нам мешаете. У нас свои задачи, поэтому мы изрубим топором КОАП и ПДД, причем Минтранс говорит, других рычагов воздействия на нарушителей нет. Вот это говорит о том, что деградация власти, она достигла такой крайне низкой точки, когда, в принципе, даже Минтранс, казалось бы, профильное ведомство, не представляет себе о том, что существует в остальных странах. Уж если мы апеллируем, в том числе, к тупости своего населения, давайте посмотрим, где население умное, где власти повезло с людьми. Это обычно почему-то за границей, почему-то Европа. Так вот, там не вводятся новые карательные меры против населения в связи с саммитами, в связи с Олимпиадами, в связи с чем бы то ни было. Неважно, что происходит в обществе, приезжают или не приезжают высокопоставленные чиновники любого ранга, но местное население почему-то не получает поражения в гражданских правах. То есть у нас, у Минтранса, других рычагов воздействия на нарушителей уже нет. Это официальная формулировка, между прочим. У них уже других аргументов, битвы с нами нет. Дальше идут заграды отряды и просто физическое уничтожение. А во всем мире есть, при том, что Минтранс отдает себе отчет в том, что, идя на данное преступление, я пока не готов квалифицировать как-то иначе. Мое оценочное осуждение и весь мой небольшой юридический опыт позволяет утверждать, что это преступление. Так вот, идя на это, нам опять-таки суют в нос за границу, говорят, что вообще-то, знаете, это не я убил, это по просьбе мамы Олимпийский комитет международный попросил обеспечить. А поскольку это стадо тупых придурков, которые являются российским народом, оно не в состоянии абсолютно никак ездить по правилам, мы введем новые ограничения, введем гражданские новые ограничения, то есть поражение в гражданских правах, и поэтому других рычагов воздействия на нарушителей у нас нет. Так вот, у нас они есть. У нас они есть. И рефреном, с одной стороны, вот началась как раз сегодняшняя информационная бодяга по поводу Олимпиады и поражения в гражданских правах, и ее подхватило заключение Высшей школы экономики по поводу федеральной целевой программы по борьбе с безопасностью до 2020 года. Программа была раскритикована, и в этом как раз докладе критическом сказано, что до тех пор, пока на дорогах есть социальное неравенство, у нас, в принципе, не может сработать никакая другая программа. И если Минтранс у нас не знает о том, как же вот это, как, например, вот меня, Сергей Асланяна, такого тупого урода обуздать, вот как можно побороться со мной упрямо прущим под неведомый мне знак внимания Олимпиада и нарывающимся на 10 тысяч. Так вот, Лужков, он, например, знал, и в 98-м году в кризис, вот в тот самый первый кризис, Лужков показал всем, что можно блистательно организовать движение, и это голодное, никчемное стадо избирателей, которые позволяют себе хорошо голосовать, то все остальное они себе не позволяют, оно великолепно совершенно управляется. Как ни странно, в людях есть невероятное желание ездить по правилам. И люди настолько готовы соблюдать и красный сигнал светофора, никуда не ехать, и зеленый, ехать на зеленый сигнал светофора, не выезжать на мигающий желтый, они готовы. И Лужков это попробовал на площади Белорусского вокзала в течение трех дней универсиада 98-го года. Движение работало как часы, потому что Лужков сделал самое главное. Он перестал биться с населением, он заставил ГАИ работать. ГАИ вышла и организовала движение без пробок, без аварий, без проблем. И, о чудо, люди оказались замечательными, добрыми, понимающими. Выяснилось, что люди не мечтают стоять в пробках, как это кажется товарищу Собянину. Люди мечтают спокойно ездить с полным соблюдением правил дорожного движения. И для этого не надо было их ограничивать, не нужно было водить карательные отряды, не нужно было их наказывать, придумывать новые штрафные санкции. Нужно было заставить милицию работать. Милиция три дня не сходила с этого места, самого пробочного места Москвы, и великолепно решила все вопросы. Минтранс об этом не знает. Кстати, ГАИ об этом тоже не знает. Перерыв на новости. Телефон в студии 6510996. Звоните, практически все линии свободны. Алексей, вы у нас сегодня первый. Здравствуйте, добрый вечер. Александр, да, простите, Александр. Мне так хотелось, чтобы баллы открыл человек с самоавтомобильным именем, но я посмотрел. Нет, это Александр. Душа подсказала мне, что вы Александр. Я рад вас слышать. Здравствуйте. Все верно. Алексей, добрый день. Очень рад с вами, так скажем, первый раз общаюсь напрямую. С дебютом. Я хочу вас немножко покритиковать. Давайте, давайте. Постоянно слушаю ваши предпередачи, во многом с вами не согласен. Я вот как инженер-строитель, градостроитель, понимающий немножко в структуре движения Москвы, думаю, что, в принципе, власти существующие делают все возможное для того, чтобы мы хотя бы как-то передвигались. Потому что, в принципе, вот та структура, которая сейчас существует в Москве, это радиальное кольцевое движение, хорошо, что оно не может работать в городе более чем с двухтысячным, с двести тысячным населением, не говоря уже о существующих 20 миллионах. Да, да, согласен. Понятно. Так что, ну, я думаю, что делают, в принципе, максимально. Да, конечно, я со многим не согласен. И, так скажем, с коррупционными моментами в строительстве дорог, развязок и всего остального. Александр, секундочку, давайте так. Вот, значит, вы инженер, и вы видите урбанистическую ситуацию. Это очень здорово. То есть я скорее пользователь, вы скорее человек ближе к науке, вы знаете теорию и практику. Объясните в таком случае. Вот, например, разрубание Москвы на железобетонные направления, без светофорных хайвеев, для того, чтобы радиальную структуру как-то преодолеть. И без светофорная Ленинградка, без светофорный Ленинский проспект. Когда низкая связанность уличной дорожной сети парализуется в принципе, это верное решение или я заблуждаюсь и в действительности возрастает связанность между микрорайонами? В принципе, в принципе, в существу это решение верное, но не в существующем формате, так скажем, исторически сложившийся. Мы не можем ничего просто сделать в связи с существующими железнодорожными, так скажем, линиями, которые разрубили, на части поделили... Это железная дорога, она исторически сложилась, хотя мы тоже можем это сделать, потому что нету никакой инженерной проблемы пробить под железной дорогой 100 тоннелей. Даже хотя бы 95. Нет, нет, я вот в этом не согласен. Очень огромная проблема, очень огромная. Это просто, это такие деньги, о которых... Деньги, да. Александр, обратите внимание, мы с вами воспитаны на стереотипах. Мы знаем, что полететь в космос нам расплюнуть. Днепрогресс расплюнуть, дорогу построить, ну что вы, это такие деньги. А у нас деньги в стране для чего? Не для этого? Как раз для этого. У нас железная дорога рубит город на сектора сколько столетий? Полтора. Что мы для этого сделали? О, это деньги. Но вы же как инженер знаете, что это инженерно не проблема. Вот с точки зрения инженера-строителя, вы прекрасно понимаете, что тоннель под железной дорогой, это не активная среда, например, водяного канала. Это нормальная мертвая структура, под которой нужно всего-навсего грамотно и инженерно взять и построить дырку. А вы что-нибудь слышали? Вы были в Бостоне, нет? Нет. А вы что-нибудь слышали про Бостонский тоннель? Нет, про Бостон... Ну, я слышал, что он есть, не более того. Вы слышали, что у меня есть. Поинтересуйтесь сегодня. Очень много информации про это. Даже есть специальный фильм. Сколько существующих проблем и сколько времени затратило у них, чтобы как бы уйти от сложившейся, в принципе, вот московской ситуации. Ну, там немножко совсем другая инфраструктура и другое движение. Да, согласен. Но, я думаю, что не существующие московской власти. Это какие-то такие проблемы. Но вы же начали с того, что наша московская власть, в общем-то, довольно старательная. Ну, кое-что делают. И деньги выделяются. И как-то они более-менее как-то рентабельно расходуются. Насчет рентабельно, извините, за 70 миллионов построить развязку в конце Варшавки, на которую невозможно въехать, потому что въезда нет и развернуться нельзя, и это никому не нужно. По-моему, это очень рационально. Но, скорее, все-таки это дачи-виллообразующие. Нам-то, горожанам, пользоваться нельзя. В конце Варшавки они взяли и сделали разворотную эстакаду без въезда. А въезд осуществляется через дворы с улицы Академика Янгеля, о существовании которой не все в этом городе знают. Да, да, да. Это все мне знакомо. А вы знаете, сколько стоил один километр третьего транспортного кольца при строительстве Лыжковым? Официально 117 миллионов долларов за один километр. На самом деле, думаю, больше. Больше, больше. Примерно в полтора раза. Ну, сколько вот в полтора раза, это сколько в долларах? Ну, вот 1,4, 1,3, 1,4 раза больше. Ну, это со всеми откатами, со всеми субподрядчиками и подрядчиками. Да, а единственный километр четвертого транспортного, мы с вами помним эту сумму, мировой рекорд абсолютный, дороже, чем адронный коллайдер. Нам обошелся этот единственный километр больше, чем в полмиллиарда долларов. Да, ну вот сейчас пересматривается. Я думаю, пересмотрят они, и у них выхода просто нет, как заканчивать и реконструировать. Но ведь радиальное вот это продолжение колец, оно же порочно абсолютно. Кольцо-то как раз, оно же не решает проблему, оно только является пылесосом, притягивающим транспортные потоки. С точки зрения как раз вот урбанистики, ну, у нас безвыходное положение, безвыходное. Почему? У нас низкая с вами связанность уличной дорожной сети. По официальной статистике, у нас в центр едет не больше 30% трафика. Из центра, из города 12%, 58% трафика это поездки из района в район. И власть у нас при этом пытается освободить себе проезд по хайвею к месту работы в центре и выезд потом в область. А у нас с вами задача, и у вас, и у меня, проехать соседний район. А мы не можем. Попробуйте перебраться на другой берег Варшавки или профсоюзной улицы. Вы час будете плыть на тот берег на автомобиле. Это решается? Это решается. Но это решается не за счет железобетонных надолбов под названием городской хайвей бесцветофорный. Оно же бесцветофорная ленинградка. Вот бесцветофорная ленинградка это образец порочности урбанистической. После третьего транспорта. Конечно, с вами разговаривать очень интересно и в то же время очень сложно, потому что вы, так скажем... А вот скажите, пожалуйста, про территорию Новой Москвы. Каким-то образом вот эта проблема решаема по переводу непосредственно вот этих административных балансов в Новую Москву? И, так скажем, решением некоторой части, ну пусть небольшой, вот этого транспортного... Александр, она нерешаема, потому что эту задачу никто не собирался решать. Почему, в принципе, Москве дали этот кусок земли? Как врут очевидцы, а также гнусные клеветники? И просто конфликт между областью и Москвой свелся к тому, что предыдущий областной губернатор, в течение 12 лет занимавшийся только одним торговлей землей, он не хотел отдавать своему московскому оппоненту, поэтому у него отобрали землю специально для того, чтобы можно было кормиться в том числе еще кому-то. А о том, что это имеет отношение к Москве, к нам с вами, даже речи не было. Речь идет только о том, чтобы у конкретных людей появился конкретный товар для того, чтобы решать чисто конкретные задачи, да, в натуре. Вот и все. И говорить о каком-то транспортном обеспечении, о выводе, как можно вывести, в случае, уважаемый человек, да, он центр Москвы, он жизнь положил на то, чтобы сидеть здесь, в центре Москвы, в большом кабинете. А его что, после этого запрут на шатурских болотах? Я бы запер бы дальше, с удовольствием. Ваш прогноз в десятилетиях, когда-нибудь это случится? Я думаю, что этого не случится, и при смене власти, которая нам на роду написана довольно быстро, где-то, наверное, к 2018 году, при кардинальной смене власти, в гороскопе нашей России написано, что в 2018 году произойдут необратимые изменения, которые не позволят вернуться тоталитаризму ни в каком виде, даже в самом мягком и в самом розовом. И вот 2018 год, это, по идее, рубежный год, после которого ситуация здравомыслия начнет, наконец-то, возрождать нас и страну, и этот бред под названием «Большая Москва» тоже канет в лето и станет, скорее, курьезом историков, но, к счастью, не нашим с вами кошмаром, каковым он пытается быть. Я думаю, он не будет реализован никогда в принципе, ну и, к счастью, все-таки не для того придуман, он придуман для того, чтобы подорожало в одном конкретном месте. Оно подорожало. Я на ваш сайт, у вас же есть, да, я слышал. Ну, у меня сайта как такового нет, у меня есть Facebook и Одноклассники, а мой сайт, он создается и через какое-то время, наверное, будет создан. Я вам пришлю некоторые наработки как раз, ну, так скажем, меня, моих друзей, коллег, инженеров, градостроителей, по, ну, так скажем, по видению нашего, хотя бы изменения в лучшую сторону по изменению движения в Москве. Александр, Александр, сделайте так, найдите меня через Facebook, приготовьтесь и давайте устроим здесь в эфире круглый стол. У нас здесь еще три микрофона, собирайтесь с друзьями с аргументами и приходите к нам в прямой эфир решать градостроительную и дорожную ситуацию Москвы. Ага, отлично, очень будет интересно. И вопрос по машине. Да, давайте. Вот по Вольве. У меня, на самом деле, ну, несколько машин, ну, одновременно было в какое-то время, может быть, две-три, и одна машина, вот, она просто неизменная, она неубиваемая и вообще непоколебимая ничем. Это Вольво XC70 2001 года выпуска. Вот я на ней сейчас еду в пробке, и я сейчас смотрю, у меня пробег уже, ну, 380 тысяч. Да, настоящее шведское качество. Да, 2001, даже он еще, в документах написано, что это не XC70, а это V70XC, да, Cross Country. Да. V70XC, и у меня в документах написано даже V просто 70. И 2000 год, 2000 год, но в интернете везде информация, что в 2001 начали выпускать их. Да-да-да, у вас, конечно, немножко горбатый нос у этой машины, что поначалу, может быть, смущало. У вас при этом очень добротный салон, в котором не скрипнуло, не отвалилось, не треснуло, вообще ничего. Вообще ничего, да. И у вас вот та машина из последних осколков великого умения Вольво делать большие автомобили, потому что Вольво, она специалист по большим машинам. Когда они берут маленький формат, они получают всегда очень посредственный результат. Вольво умеет делать большие машины. Сейчас вот китайцы попытаются убить это умение, и вот всякие там сороковки, вот это мелко травчатые блохи, которые там у них ползают по генеалогическому древу, это, конечно, не то. А ваша машина, тем более у вас двигатель вечный, и это вот последняя звездочка на небе, вспыхнувшая под логотипом Вольво, она, надеюсь, прослужит вам еще достаточно долго. И когда вы к нам придете в студию с друзьями, подготовленные к разговору о урбанистике и дорожных проблемах, вы в том числе приедете на этой машине, мы закажем на нее пропуск, и вы похвастаетесь ею, и мы еще подсокаем языками по этому поводу. Перерыв на новости. Телефон Сергея Асланяна. Ну, вдруг кто-нибудь ходит по городу и говорит, слушай, ты не знаешь телефона Асланяна? Знаю. А какой? Ну, скажи, телефон Сергея Асланяна. Я прямо сейчас позвоню, вопросы у меня тут есть. Телефон Сергея Асланяна, 6510996. У нас Алексей на линии. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер, Сергей. У меня вопрос в отношении автомобиля Renault S&P Play. Я являюсь его счастливым обладателем. В свое время посетили сомнения покупать его или FAB, но все-таки остановился на S&P Play. У вас сколько клапанный мотор? 16 или 8? Нет, у меня ручка. Это 8-клапанник. Хороший мотор, тяговитый, и, кстати, скорее всего, претензий у вас к нему не должно быть. Нет, к мотору вообще претензий нет. Тут прошел уже первое ТО, там в сервисе тоже все довольны. А вот, единственное, во время этого ТО, значит, я там у мальтера пытался выяснить вообще, автомобиль более детально, технически. Он мне рассказал, что именно в S&P Play ставится другая коробка, отличная от S&P Play, что вроде как коробка от Megane. В общем, я ему не до конца поверил. Ну, если хотите, я, конечно, могу спецификацию слазить, посмотреть, что там. Конечно, коробочное разнообразие у каждого производителя самое удивительное, но из этого только следует одно, что у Megane и у Sander одна и та же коробка. Ну, вот они говорят, что вообще у S&P Play, у него первая-вторая передача, они укорочены. Причем я это на самом деле ощущаю, я по городу езжу в основном. Ну, это шестеренки, знаете, в рамках одной и той же конструкции коробки передач. Передачные числа могут меняться, их можно менять по главной паре, можно менять, естественно, мелко нарезав зубчиками первый, второй, третий, четвертый, пятый. Да это как угодно, не проблема. Я, например, на Москвиче на своем, на 41-м, я менял главную пару, просто чтобы не вторгаться в коробку. У меня стояло 4,55 от пикапа, и я на 4,55, конечно, стартовал со светофора так, что 1,6, у меня очень специфически был 1,6. Он всех ставил в изумление, все говорили, это что у тебя, Реношный двойной? Я говорю, нет, это у меня раллийный 1,6. Единственное, они мне сказали, что вот та, которая Megane стоит, она вроде как с тросовым приводом, она обычная и с Андерри, она там с обычными рычагами. С кулисой? Трос, мне кажется, несколько менее надежным. А трос, кстати, точнее, а кулиса как раз, она имеет несколько степеней свободы, и вот сейчас, если вы обратили внимание, в прессе идет восторженный вопль, такой вот ушат восторга выливается на нас с вами, АвтоВАЗ освоил тросовый привод коробки передач на Ладе Гранта, и наконец-то можно воткнуть не только вторую передачу, но даже первую. А до этого там была кулиса, а кулиса, это, грубо говоря, удлинитель вашей руки, это палка с шарнирным соединением. И кулиса, она в действительности хуже и менее точна, чем веревочки. Грамотно привязанные веревочки служат лучше, работают честнее. Я понял. Ну, ладно, будем считать, что все замечательно. Да, единственное, что по ступлею с одноклассниками, ну и по Сандери в целом и по этому двигателю, расход у него чуть-чуть повыше, чем у всех остальных. Сколько? Потому что, ой, у меня получается, причем при том, что я не гонщик, где-то порядка десяти и четырех, вот так вот. Там же компьютер не стоит, то есть я, по сути, на глаз замеряю, но вот где-то я в эту цифру вписываюсь по городу. Да, это, в общем, конечно, неплохой результат. Он говорит о том, что жручий у вас мальчик попался, очень такой, в животе плечист. Ну, вот у меня есть знакомые, у которых есть логан с таким же двигателем, а там же картина маслом ровно такая же. То есть у них вот двигатель кушает столько же. Я думал, что у меня что-то не так, хотел на сервисе озадачивать, но мне рассказали, что на самом деле все так. На самом деле все так, и удивительно, если вдруг кто-то получает паспортные данные. Паспортные данные в реальной жизни не случаются. Нет, ну я паспорт вообще не смотрел, по-моему, конечно. Это бесполезно. И у меня вот еще какой вопрос. Тут знакомая захотела себе, рассматривая себя как вариант приобретения бэушной Toyota RAV4 с 2010 года, двухлитровой, с вариатором. Значит, ну, пробег у машины весь прозрачный, потому что рассматривает она у моего знакомого эту машину. Вот. Единственное, у меня, то есть у машины сейчас пробег где-то порядка 71 тысяча километров. К моменту, когда она будет готова к продаже, на ней, наверное, будет еще плюс 20. Ух ты. Вот. И я просто помню, что с вариатором всегда какая-то интересная история происходила. Не получится ли так, что там к 100 тысячам, чисто вот технически он будет готов к замене. Чисто технически... При том, что вопросов по нему нету сейчас. Чисто технически тут будет игра под названием повезло-не повезло. Потому что вариатор, в принципе, прослуживший 100 тысяч, у меня вызывает искреннее уважение. Я не понимаю, как вариатор может прожить 100 тысяч. Поскольку я знаю конструкцию вариатора, меня поражает инженерная смелость, с которой он был изобретен. Это невероятное явление. Причина, по которой он сдох не сразу, а, например, через 100 тысяч, для меня до сих пор полная загадка. Должен был умереть в момент рождения. Не умер. Понятно. А применительно к Тойоте RAV4? У Тойоты RAV4 это далеко не самое сильное место. И когда Тойотоводы вообще, и Тойотопродавцы в частности говорят, ну, это же настоящее японское качество. Это они... Нет, понятно, что это болезнь. Конечно, конечно. Я просто с хозяином общался, и это диагноз. Да, Алексей, не произойдет чудо. И вот поскольку там идет невероятное совершенно напряжение на поверхностях, и этот клиновый ремень, состоящий из отдельных звеньев, в тяжелейшем совершенно физическом напряжении трется об два блюдца, зажимающих его в разной степени негодования, то вся эта перегруженная физикой процессов конструкции, она 100 тысяч, если проживет, то сразу покупайте букет и торжественно возложите к вариатору букет цветов. А оно не должно было прожить 100 тысяч. Но может, потому что и 150 оно проживало. Я знаю машины, у которых вариатор прожил 150 тысяч. Они еще какое-то время даже побегали. Удивительно. Александр. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Сергей. Это опять Александр. У меня вот вопрос по обновленному Suzuki SX-4. Можете что-нибудь рассказать? Обновленный это который? Уточните. Ой, это вот который будет выходить, вот я так понял, то ли в этом году, то ли... А, это который совсем новый. Это под одним и тежим названием. Японцы, они же хитрые, они прищурились и обманули сами себя. Они на наш рынок привезли две разные машины и сказали, это Suzuki SX-4, а это Suzuki SX-4. Вы, пожалуйста, не перепутайте. Потому что тот Suzuki SX-4, он делается в Венгрии, а этот Suzuki SX-4, он Suzuki SX-4, который делается в Венгрии. А этот Suzuki SX-4, который делается в Венгрии, он совсем новый, в отличие от того, который делается в Венгрии, который тоже новый, Suzuki SX-4. Вот. Это другая машина. Она сделана, что называется, еще раз и по-честному. Она получилась крупнее. Мне очень понравилось то, что вообще Сузуки СС-4 это основоположник жанра вот этих вот компактных женских игрушек на полном приводе, причем с отточенной управляемостью. Потому что то, что сейчас мы пока еще с вами потребляем, то, что по рынку есть, оно сделано в стилистике пожарного уныния штанов изнутри. В салон садишься и понимаешь, что барышня должна быть точно блондинкой, потому что это самое яркое световое пятно, все остальное это просто катастрофа. Но едет она фантастически. Полный привод у нее очень интересный. И японцы, вот Сузуки, они полностью, великолепно, совершенно проиграли битву с Кашкаем. Кашкай вышел после. Вот у меня как раз был второй вопрос. Чем сравнить с Кашкаем? Что лучше? СX-4 взять или Кашкай? Кашкай его затоптал и от SX-4 не осталось в принципе ничего. А Кашкай, он мягче, нежней, дружелюбней. Да, он не такой отточенный по управляемости. Потому что Сузуки заточила свою машину под великолепное чутье руля. И тормозная разгонная динамика. И то, как эта машина пишет повороты. Кашкай не такой. Кашкай, он мягкий. Кашкай обязательно. Мягкие Уги и айфончик. Но Кашкай, он удобней. У него, да, у него маленький багажник. У него вот отсек для сидящих или лежащих сзади не самый гуманный. Ну так и SX-4 в этом отношении. В принципе-то и выбирается машина просто чуть побольше, чтобы клиренс был и полный привод. А в то же время маленькая машина нужна. И Кашкайчик будет молодцом. Тем более, что Кашкай. Вот у него все сопельки подобраны. Он исцелен от всех детских болезней. Он нормально продается. Другое дело, что ценник у него меня совершенно смущает и не радует. Но это очень хорошая легковая машина. Сузуки SX-4, он по салону все-таки примитивней. Сделан в этом отношении с большим пренебрежением клиенту. Но по управляемости он в пять раз лучше Кашкая. И если ваша барышня, например, знает толк в управляемом заносе, и может левой третий опасный пройти со смещением всех четырех, выстраивая четко совершенно траекторию, SX-4 ей в помощь. На Туксоне ей так это не получалось. Она не знает, что это... Тушканчик у нее высокий, вальяжный. Как только она его швырнула в поворот, он тут же бряк на бок и сказал, ой, хозяйка, извини, у меня тут колесики в небо задрались. Пожалуйста, поставь меня на место. Потому что Туксон это не легковая машина. Это все-таки другой категории аппарат. А Кашкай, легковушечка, молодец. Такая полноприводная девятка. SX-4, молодец. А вот новый SX-4, который придет, его брать в первый год нельзя. Ни в коем случае. Пусть они учатся его делать. И смешно то, что эта машина является копией и подражанием Кашкаю. Если их рядом поставить... Ну да, особенно вот задняя часть очень вот... А передняя, а в три четверти спереди смотришь на них и говоришь, ребята, как вы смогли? Вы же первые были, вы же все проиграли. А теперь вы копируете своего конкурента, который скоро уже снимут с производства, и тем не менее вы его копируете. Но у них же, например, и Гранд Витара точно такая же. Гранд Витара это пародия на RAV4 второго поколения. Уже сейчас у японцев, у тойотовцев четвертое поколение RAV4. А Гранд Витара все еще борется за лаврой, за пальму и за кусочек под небом с машиной, давно сошедшей с рынка. Внешне являясь ее, ну, мягко говоря, творческим переосмыслением. Как судзвуководы умудряются удумать классную идею и так великолепно с ней проиграть, это только они могут. Да, это нужно постараться. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. Итак, у нас еще есть немножко времени. Здравствуйте. Алло. Алло. Здрасте. Говорите. Здравствуйте. Сергей, а про город можно сказать? Конечно. Не актуально. Конечно. Не актуально. Вы что, мы живем в этом городе? Я думаю, что поживем. Согласен с вами. Более того, вот живу в переделке у нас там в районе, нам вот метро все обещали построить, но не построить. Боровское шоссе. Как только встанут милиция, настроят светофоры, никаких проблем. Проехать без вопросов. Не могут вот дырочки, как вы сказали. Вот железная дорога, выезд просто отвратительный. Тут проблемный переезд в районе есть. Казалось бы, там небольшой диаметр, небольшая длина туннеля. Ну почему их не построить? Нет. Не строят. Все вот как-то нас не любят. А тем более, что у нас, не забывайте, Якунин – это член кооператива «Озеро». Кооператив «Озеро» – это управляющая компания корпорации «Россия». И Якунин сейчас идет по пути. Он ведь страдающий человек. Он понимает, что вам тяжело преодолевать его железнодорожные нагромождения. Эти заграждения очень сложные. Поэтому он сейчас идет по пути создания платных, безопасных переездов, чтобы те, кто бедные, ну те так уж и быть, то в дырку, то еще куда-нибудь, то шлагбаум, то с риском для жизни. А те, кто побогаче, ну так уж и быть, пусть едут бесплатно. Эта ситуация искусственная. Нет абсолютно никаких проблем к тому, чтобы развязать все узлы и по переделке на Сборовском шоссе, и, в принципе, по окрестностям. Никаких проблем. Вы знаете, еще хотел добавить, что, конечно, это такой комплексный подход должен быть. Конечно. Логистический, естественно. Где должны очень много видов транспорта между собой пересекаться. Трамвайные какие-то пути новые, автомобильные и так далее. Это выезды из дворов, продумывать все это. Это комплексная мера, конечно. И вот эти вот бетонные, как вы выразились, вот эта бетонка, которую сейчас пытаются в три, в два там слоя сделать там на Варшавке, там на Ленинграде. Да, просто нарубить город непреодолимыми препятствиями. Это не решит. Не решит проблем абсолютно такой. Конечно. Только можно делить. Вот хотел бы тоже встретиться, у нас тоже есть идеи, и по развитию, и по всему по городу. Замечательно. Давайте. Да, хотелось бы очень на эту секунду. Перервемся на новости. Найдите меня в Фейсбуке, я там. Мы с удовольствием выйдем в эфир. Парадоксы 21 века. Радиостанция «Фенам-ФМ» чисто московская. Маленькая, аккуратненькая, честная, красивая городская радиостанция. Вопросы на нее приходят со всей страны. Из Новосибирской области, из Кемерово. Сергей, сможет ли выжить в Сибири «Ситроин Берлинга» в качестве семейного авто, спрашивает мне Евгений. Да, Евгений сможет, потому что у этой машины великолепная печка. Вот даже для Москвы она избыточна. В Сибири ей будет в самый раз. Молодцы французы. Спасибо им и за хода подвесок, и за губатуру кузова, и за грандиозную совершенно по качеству печку. Великолепную. Предыдущее поколение было хорошее. Это хорошее. Так, это уже ближе к нашим территориям. Вопрос «Хочу купить по «Жироспорт». Он смущает сервисное обслуживание Митсубиси после всех случаев со смертью пенсионера и езде пьяного быдла на машинах клиентов». Что скажете? Я скажу, что дилерскую сеть изменить не удается, потому что там по-прежнему работает пьяное быдло. И, увы, машина хороша. То есть вы ее берете и просто сразу перегоняете в гараж к друзьям, где и нормально они ездите. Из Костромы вопрос «Стоит ли брать «Шкоду Фабе» с двигателем 1.2». Да, Дмитрий, имеет смысл брать, но ни в коем случае не обольщайтесь по поводу расхода топлива. Этот трехцилиндровый двигатель 1.2, он жрет, наверное, как 1.8. Он едет очень хорошо, он не дает машине вываливаться из потока. По разгонной динамике она очень правильно, очень грамотно себя ведет. Нет никакой ущербности в том, что три цилиндра и всего лишь 1.2. Но по расходу топлива, чтобы эти три цилиндра могли на себе двигать автомобиль, увы, чудо не произойдет. У вас будет где-нибудь, наверное, порядка литров 10 на 100 километров. Так, Виталий у нас на связи уже достаточно давно. Ну, здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, Сергей. Как-то вам уже звонил по поводу «Шкода» едет. Все нормально, машинка бегает. Сейчас опросил у меня такого характера. Брат тоже думает сейчас пересесть с «Форда» на «Шкоду». И ему понравилась «Шкода Октавия», которая сейчас только-только должна будет выйти. Новая. Я его отговаривал, говорю, лучше возьми, которая сейчас упускается, так как машина, которая выйдет, еще не пробежная. Да. Лучше не рисковать. Он ссылается, что там двигатель какой-то новый, навороченный, и что машина более-менее нормально, надежная. Виталий, уговорите своего брата пойти прямо немедленно купить любую «Шкоду» «Октавию», которую на сегодняшний день он найдет. Потому что новая, кардинально другая машина. Там другие моторы, половина из них меня очень сильно смущает. У новой «Октавии» хорошая подвеска, приличная, многорычажка, только в топовой комплектации с самым дорогим двигателем, с самой дорогой упаковки. У всех остальных сзади будет палка-догонялка, такая же, как у 41-го «Москвича». И сама по себе «Шкода» «Октавия», она крупнее нынешней, и в ней есть много приятных мелочей, но она пошла по пути, ее пнули по пути примитивизма. Если нынешняя, она с определенной вычурностью форм, она с качеством материалов, при том, что у нее довольно простой салон. Так вот, у новой «Октавии» у нее салон не просто простой, он примитивный, как пенал школьника. Он большой, бестолковый и сделан вот из серии «На отвали». С дешевой пластмассой, с дешевыми материалами, потому что задача «Фольксвагена» во что бы то ни стало – прибить «Шкоду». Потому что «Шкода» настолько лучше «Фольксвагена», насколько недопустима. И нужно, чтобы она была очевидно хуже, и эта очевидность, она может быть в чем? Ведь пока ты толком не проедешь на машине, ты не почувствуешь, что вот здесь сэкономили, здесь сэкономили. А когда ты садишься в салон, ты сразу понимаешь – ааа, ребята, сэкономили. Если предыдущую «Октавию» делали с наслаждением, по принципу «посмотрите, как мы можем, давайте вместе будем кайфовать от этой машины», то сейчас пришел гауляйтер и сказал – значит так, на первый-второй рассчитайся, вот это нельзя, вот это нельзя, вот это вот не с вашим рылом в нашем канлашном ряду, движки попроще, подвески примитивные, все остальное на гвоздях. На первый-третий рассчитайся. И новая «Октавия» – да, там много удивительных технологий. А двигатели, Сергей? Двигатели там целая гамма, сейчас они как раз обсуждают, что из них придет, что не придет. Там, например, не будет нашего надежного 1.6, того, которому уже 40 лет, и который фиг сломаешь. Вот его не будет. Там, например, будут такие двигатели, как 1.2 TSI. В нынешней «Октавии» он мне очень понравился, я на нем ездил в «Младо Болеславе» на ручке. Шикарно совершенно машина идет, такое ощущение, что там такой нормальный атмосферный 1.8. Но заточенная под другие евростандарты, это же самое... Так что-то отточенный 1.8 какой-то будет, 170 килл, по-моему, что-то такое. Будет, будет. Давайте доживем до этого. И не забывайте, что сверху очень аккуратно будет группа ребят из Нижнего Новгорода с медным тазом стоять и так вот примерять, типа. Ну как, накрылась, нет? А-а-а, ну мы сейчас тут своего пролетарского-то сердобольного чутья вам, гадам, добавим. За чешское пиво-то, которого мы досы-то не выпили. Эта машина будет только нижегородской сборки, за исключением «РСки». Но «РСка» — это другая категория. То есть хватайте брата за шиворот, тащите в шоу-рум и покупайте новую «Шкоду» с тем, чтобы трагедия под названием «Октавия следующего поколения» его не коснулось. Потому что иначе это будет разочарование, причем такое растянутое во времени. Целый год придется ждать, а потом купив, благодарить нижегородцев за высочайшее качество. Знаете, это настоящее немецкое качество из Нижнего Новгорода. Жмеренко девелопмент в натуре. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Очень замечательная ваша передача. Хочу огромное спасибо сказать. Спасибо вам. Сергей, такой вопрос. Вот приобрели «Форд Фокус» третий, и, значит, скоро будет первое, надо делать, где-то ближе к июню. Но вы все время ругаетесь их дилеров, и оно так и есть, потому что перед этим была машинка, тоже очень замечательная, «Шевале» Ланос. Представляете, они даже чуть ли его не убили, то есть она по гарантии, я поехал делать второе ТО, после этого машину просто она не ехала, я поездил еле 10 тысяч до следующего ТО, и вообще потом бросил, не стал, снял с гарантии машину, стал обслуживаться у других. И вот хотел бы вас спросить, как выбрать все-таки этого дилера, то есть, что бы все сделать, чтобы не убить машину? В борьбе с дилером может быть какую-то роль сыграет только попытка сохранить свою репутацию. Есть маленькие дилеры, и у маленьких дилеров обычно маленькая зарплата, и если к вам там вдруг хорошо по-человечески отнеслись, то это личная инициатива того человека, который вам улыбнулся. В целом, политика идет по принципу, мы вас, дураков, во-первых, обманем, во-вторых, наберем себе новых дураков, которые вас, старых дураков, обманут. Но есть несколько крупных игроков, например, на московском рынке, которые все-таки не то чтобы как-то этой репутации дорожат, но по крайней мере нервно бледнеют, когда выясняется, что репутация утрачена. И вот с ними уже можно говорить. С ними можно говорить с точки зрения закона защиты прав потребителей, им можно аккуратно выкручивать руки и возвращать в правовое поле. С ними проходят такие варианты, когда вы, например, приехали, сдали свою машину, говорите, я хочу посмотреть, как будут делать ТО. Только в сопровождении нашего сотрудника. Да, пожалуйста, но согласно правил оказания услуг населения, вы не имеете права мне отказать в визуальном осмотре и присутствии, когда вы ковыряете мою машину. Берете своего человека и на весь день пристегиваете его наручниками к моей ноге. И будем стоять и смотреть. А когда вы мне насчитаете потом 8 нормы часов, при том, что я 8 нормы часов простоял рядом с машиной и только час были работы. Вот за 1 час я заплачу, а за 7 нет. Они на это идут. Но это обычно очень крупные игроки, мультибрендовые. Только не ошибайтесь по поводу мейджора. Потому что в мейджоре вас, если вы там откроете рот, вам просто стукнут ничем по голове чем-нибудь. В нем и покупали. Не Шеверфокус, в нем и покупали. Но там менеджеры, конечно, очень профессионально работают, потому что объездил нескольких дилеров. Но там мне предоставили ту комплектацию, которую я хотел. То есть облизали все, скидки дали, кучу. Молодцы. Вы же можете рискнуть. Вы их клиент, вы у них купили? Да, попробуйте, посмотрите. Но менеджер, у него все-таки репутация не самого трепетного. И есть другие. Но предположим, что вам повезло. Зачем тогда добра-добра искать? И ведь как еще можно выбирать себе дилера? А того, который ближе. Ну потому что, например, ездить через пол Москвы для того, чтобы с ним еще собачиться, да, ой, господи, сколько можно? Не имеет смысла. Да, это точно. Ну ясно. Сергей, еще маленький вопрос по поводу коробки PowerShift. Что это за такое? Вот они все время рекламируют. Это робот. Это тот самый. это робот. Но вы все время как-то вот с опаской про робота говорите. Вот расскажите, что ждать? Что приобрело? Это уже другой робот. То есть раньше робот был. Это обычная механическая коробка, у которой не было возможности вам лично переключить сцепление. Потому что сцепление за вас переключали два электромотора. Эти два электромотора регулярно спорили друг с другом, кто из них главнее. Поэтому никакой езды не получалось. PowerShift это то же самое, что у Volkswagen DSG. То есть это машина с двумя сцеплениями. И вот эти современные коробки, эти современные роботы, они уже, наверное, где-то как-то даже больше автомат, чем робот. То есть это не тот робот, которого надо было бояться. А в этом роботе надо бояться того, как именно у него выполнен модуль сцепления, насколько его хватит. Но фордовцы, в принципе, в общем-то, не так сильно облажались, как Volkswagen-овцы со своим DSG. Я вот даже, как-то вот они говорят, что это типа та же механика, да, но вот как вы сказали, переключая этот автомат, даже не побоялись один на шесть купить. Потому что жена говорит, что был только автомат. Я говорю, зачем нам автомат? Давай на ручке, то есть ничего, покруче фарш возьмем. Нет, она говорит, пусть будет автомат. Ну вот с автоматом мы только вот 700 тысяч бюджет был, машины не хотели в долги залезать. В общем, только на 1,6 вытянули. Ну и все равно нормально, и тем более, что все-таки пора... Тянет, кстати, очень хорошо тянет. Я удивлен даже. И вообще, пора ездить на автомате. Вот если у машины есть комплектация с автоматом, ну, сколько можно в пробках тошнить, выжимая педаль? Ну уже хватит. Ну уже... Вы знаете, я так привык, что рука как автомат работала на Ланос. Вот, причем, конечно, сравнить. Ланос молодец. Проездил 6,5 лет, вообще никаких нареканий. Ну мелочь, там поломки были. Ну машина просто вот простейшая, но настолько комфортная, настолько вот ход у нее был. Мы просто удивлены за такие деньги и так долго отслужил. А сколько тысяч он пробежал у вас за 6,5 лет? 95 тысяч пробежал. Ну это еще мало. Он ведь на Украине у себя дома на родине малой любимой бегает в такси и выкатывает по 250-300 тысяч и он действительно простой, как умывальник. Ну да, вот что удивительно. Сергей, вот я его отдал за 130 тысяч. Мне кажется, я продешевил. Хотя там ничего не было. Там даже не было кондиционера. Виктор, вы сделали блистательный, щедрый жест следующему владельцу. До завтра. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok